итак всем доброе утро здравствуйте дорогие друзья всем доброе добрейшее добрейшее утро буду сейчас вот такой немного темноватый темноватый буду так всем good morning да всем доброе утро людмила фиалка доброе утро и тони кауфман нас смотрит все поэтому можно начинать все значит влад косов шалом всем шалом здравствуйте да 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 запрещу вот здраво слонян все хелло шалом олег марголин все мы продолжаем как меня слышно кстати как слышно как видно как слышно как видно марина швала добрый ранок шалом ольга парзани все значит мы продолжаем изучать карте вот марина лешалом продолжаем изучать карте вот получение отцов и ой сочи вообще якорь шатанин все продолжаем изучать получение отцов и сегодня мы пришли к второму второму мудрецу из пары елель вышамай значит реле вышамай написано было получили тору от шмай и автальона шмай и автальон это мудрецы предыдущих поколений которые которые реально реально значит интересно дали нам вот в истории они нам дали каждый мудрец вносит какой-то нюанс в истории и шмай автальон несли такой нюанс что они были потомки санхирива санхирива это был царь который был завоевал тогда там весь ближний восток завоевал израиль так авар мисс армия санхирива они уже подступили к стенам иерусалима и когда они подступили к стенам иру шалим иерусалима то они погибли от эпидемии вся армия самхирива погибла от А его потомки, Шмай и Автальон, они стали великими мудрецами в еврейском народе. Так вот, значит, Елеля и Шамай от них получили Тору. Елель мы знаем, что три Мишны он сказал, мы их уже выучили. И сегодня Шамай. Значит, Шамай, про него известно, что он был очень-очень таким человеком педантичным. И он был архитектор по профессии, мерил там. Он ходил все время с такой метровой линейкой. Раньше были архитекторы, они же, ну там, камни большие были, все строили из камней. И он, значит, ходил с этой метровой линейкой, был очень строгий. И во всех его спорах с Елелем, у них было много споров по разным аспектам закона, то его мнение было более строгое. Более такое строгое мнение, он был такой очень строгий. И он, значит, да, и Шамай, он был очень строгий. И что еще про него известно, значит, были у них прямо школы, они между собой спорили. И там тысячи споров по разным аспектам Аллахи. Например, вот я приведу пример их спора, чтобы был понятен их подход. Из этого спора, мне кажется, наиболее понятен их подход. Значит, рассматривается ситуация, когда человек покушал на вершине башни, такая башня высокая с такой винтовой лестницей, и он туда поднимался, чтобы с красивым видом покушать. И он покушал с красивым видом, с хлебушком, поел. И дальше, после еды с хлебом, нужно обязательно сказать Беркат Амазон, благословение Всевышнего. Благословить за еду. За еду, за землю, там такое очень обширное благословение, которое многие, чтобы его не читать, не кушают хлеб. Потому что оно настолько подробно описывает, что вот будешь есть и насытишься, будешь благословлять Бога за Иерушалаем, за землю, там за все. И в общем, рассматривается ситуация, когда человек поел на вершине красивой башни и забыл сказать благословение. Спустился с этой башни, и когда он спустился с башни, он вспомнил, что он забыл сказать благословение. Значит, вопрос. То, что он должен сказать благословение, если еще пища не переварилась, если еще часа не прошло примерно, то он по-любому должен сказать благословение. Это как бы понятно, очевидно, да? Пока еще есть вот эта сытость. То есть будешь есть и насытишься, и будешь благословлять Бога. Так написано в Торе. Но вопрос, который обсуждали Елель и Шамай, он был следующий. Елель считал, что он вспомнил, и он должен сесть и прочитать эту молитву. Шамай говорит, нет, он должен вернуться на то место, где он кушал, и прочитать там, где он кушал. Елель говорит, но это сложно вернуться на то место, где ты кушал. Шамай ему говорит, если бы он забыл кошелек там, он бы вернулся. Если бы он забыл бумажник, в котором лежала бы хоть какая-то сумма денег, он бы вернулся. А более правильно, строго выполнить заповедь, что нужно благословлять в том месте, где ты кушал, это, говорил Шамай, не менее важно, чем кошелек. А Елель говорит, нет, значит, он сейчас вспомнил. Не надо слишком перетруждать человека, так это была как бы позиция Елеля, то есть пускай читает в том месте, в котором он вспомнил. Понятно, да? Вот это их как бы такой наиболее четко выражающий их позиции, ну вот момент. Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше. Сейчас, секундочку. Двигаемся дальше. Вот, значит, Шамай в Пертьявот, он нам оставил следующее послание. Он сказал так. Осе торатеха кева. Сделай тору кева, это что-то постоянное, устойчивое. Постоянное. Сделай тору твою кева, постоянной. Сейчас мы узнаем, что он имел в виду. Осе торатеха кева. Эмор меат ва се ар бе. Говори мало и делай много. Ва ва мекабе лет коле адам, бе север паним ефот. И принимай каждого человека с веселым выражением лица. Север паним ефот с приятным, с улыбкой. Улыбайся, говорил Шамай. Нам и тысячам, сотням поколений, миллионам людей, которые на продвижении всей истории изучали тору. Значит, давайте разберемся, что он имел в виду. Первое. Осе торатеха кева. Сделай твой тору постоянной. Есть комментаторы, говорят, что два разных есть направления, как они это объясняют. Одни объясняют, что у тебя не должно быть разной мерой для себя и для других. Потому что обычно человек, он очень, очень к себе снисходителен и милосерден. И он находит встание объяснения любому своему поступку. Значит, любому, любому. То есть, и так, что бы ты ни сделал, всегда, ну что, я не понимаю. Ну, то есть, бывает и так, и так. А других мы судим, бывает, что более строгой мерой. Так вот, сказал Шамай. Осе торатеха кева. Сделай свою тору постоянно. У тебя должен быть единый набор правил для себя, для всех и для всегда. Нет, нельзя менять свое мировоззрение, вот так вот, ну, шатать его. То есть, у тебя должна быть стабильная система координат. То есть, тора, твое учение. Понятно, что он говорил о тех, которые получили тору от Бога. Но, как мы видим, история с башней, то есть нюансы, как правильно относиться. Значит, первое объяснение. Сделай свою тору постоянной. Это твоя система должна, она должна быть неизменной для тебя и для других. Второе, второе объяснение. Осе торатеха кева, это установи постоянное время для изучения торы. Я навсегда запомнил, как мне рассказывал Равину, который учился в Ешиве, Равьяков Кудель его звали. Равьяков Кудель, да. Он мне приводил на это у Мишну вот такое объяснение. Осе торатеха кева. Вот, допустим, есть у человека пожилой отец, старый, да. И он его, этого отца, отец живет там в доме престарелых, например, да. Где, ну там, хорошие условия, все. И сын, это хороший сын, он его проведывает каждый день. Но он говорит папе, папа, слушай, у меня там куча разных дел, я тебя каждый день буду проведывать по-любому. То есть, я тебя помню, не забываю, все. Каждый день я буду к тебе приезжать. Но буду я к тебе приезжать на полчаса, будем сидеть, общаться, там полчаса, все. Но единственное, что я не знаю, в какое время я к тебе приеду. Я, может, утром приеду, может, днем, может, вечером. То есть, в зависимости от моих дел, я как бы найду обязательно это окно, но я к тебе приеду. Это один вариант. Второй вариант, это сын говорит отцу, папа, я буду к тебе приезжать каждый день с 10 до 10.30 утра. Значит, и все остальные дела я подстрою под это. И он говорит, смотри, одно и то же время 30 минут. Да, то есть, и тот каждый день приезжает, и тот каждый день приезжает. Только один эти 30 минут находит все время в разное время. А другой сделайте 30 минут основой, фундаментом своего дня, а все остальное подстраивает под эти 30 минут. То есть, стоимость вот этих вот 30 минут времени свидания с отцом, именно почет, уважение, отношения, меняется кардинально в десяти раз. И это именно то, что говорил Шамай. О, Сетура Теха Кева. Сделай Тору своим постоянным, а все остальное временным. Понятно, да, идея? То есть, вот как мы в 10 утра занимаемся, все, урок с 10 до 10.20, никаких вопросов. Вот эта Тора, когда ты так относишься к этому, она становится как бы краеугольным таким камнем, стержнем, на который одевается все остальное. Понятно, да, идея? Значит, еще раз давайте вернемся. Первое, что сказал Шамай. О, Сетура Теха Кева. То есть, или ты сделай Тору постоянное, то есть, системное у себя в голове, система взглядов и координат. И второе, а лучше и то, и то, это сделай Тору постоянным временем, выдели на Тору постоянное время. Второе, что он сказал, это Эмор Маат Ва Се Арбе. Говори мало и делай много. Значит, когда человек изучает Тору, то у него появляется такое направление, что Тора, она заменяет все. К тому же, написано в том же Перте, вот мы дальше будем изучать, что тот, кто на себя принимает ярмо Торы, с того снимают заботу о пропитании и бремя властей. То есть, когда по-настоящему начинаешь изучать Тору, вот как в Ешивах ее изучают, когда ты в этот процесс погружаешься, у тебя такое интеллектуальное наслаждение, то есть, люди-то живут для того, чтобы получать, все ищут радость от жизни, все ищут безопасность, спокойствие, какой-то ищут такую умиротворенность и так далее. И в обычном мире я мало находил людей, которые находят. То есть, как бы, идя обычным путем, которым идет большая часть общества, там 95% общества живет в стрессе, вообще в диком стрессе. 5% которые живут без стресса, это или те, которые берут на себя ярмо Торы, или если это другие какие-то традиции религиозные, да, там в христианстве они уходят в монастырь. Я, правда, не знаю, чем они там занимаются, может там, но мне кажется, что там нет особого стресса в монастырях. Это те на этом самом, плывут по жизни, но тоже они чем-то духовным занимаются. В мусульманстве, я не знаю, как работает эта система, буддистские монахи, они целыми днями медитируют и так далее. То есть, ну, наверное, у них тоже нету стресса. Теперь, а весь остальной мир, который гонится за удовольствиями, он вместо удовольствия получает постоянный стресс. Понятная идея. Так, говорил Шамай, что вот этот путь уйти полностью погрузиться в Тору, наверное, сам он именно так жил. Я слышал такую, такую идею, что это от Любавического Ревы такой подход, да, что в Пертьевод все мудрецы, они говорили именно то, чего у них не хватало. То есть, то, что они советовали, вот этих три совета, это в первую очередь они исправляли свои качества. То есть, человек, у которого, ну, абсолютно он, например, мало говорит, да, то ему не, он на это даже не замечает, что это нормально. То есть, для него это нормально. Но человек, который говорит много, и он понимает, что это его ошибка, он говорит себе и другим. То есть, вот этот подход, что все мудрецы в Пертьевод, те слова, те идеи, которые они передавали другим, это было то, на чем они работали у себя, исправляли то качество, которое им надо было исправить. Поматно, понятно, да? Теперь, значит, он говорил, эмор маат, говори меньше. То есть, Тора, даже если ты говоришь святые вещи, тем более, если ты говоришь пустые вещи, то это нет смысла их произносить. Идея, этот мир, это мир действия. И важно не, что ты говоришь, важно, что ты делаешь. Поэтому вся Тора построена на соблюдении заповедей, есть заповеди. И, в принципе, человек в этом мире все равно, как бы, все идет по действиям. В Пертьеводе смешно, а Коля, Ферово, Масе, все по большинству действий. Поэтому Шамай говорил, говори меньше, делай больше. И третье, что он сказал, Ава, Микабелит, Коля, Адам, Бесевер, Панимь, Ефот. Принимай каждого человека с веселым выражением лица. Очень странно про это слышать, потому что есть известная история, как к Елелию и Шамаю. Был один человек, который искал духовность, искал путь к Богу. И он решил прийти к евреским мудрецам для того, чтобы посмотреть, как вообще есть там путь к Богу или нет. И он пришел к Шамаю вначале и говорит, я хочу стать евреем, хочу лидгайер, то есть стать евреем. Но я стану евреем, только если ты мне объяснишь Тору, пока я стою на одной ноге. Рассказывает, ну, эту историю я оригинал не читал, но как я ее слышал, что Шамай его начал этой линейкой, да, линейка, он его как треснул разок, и тот бежал от него, значит, он, Шамай аж возмутился, он говорит, как ты хочешь постигнуть всю Тору, это что, игрушка тебе, это что-то как, пока ты стоишь на одной ноге. И он его, значит, с этой линейкой, вот этой метровой, он его гнал там вообще. Теперь, этот же он потом пошел к Елелю и говорит Елелю, вот я хочу принять иудаизм, только научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Елель ему говорит, хорошо, а Елель же до этого, помните, что он говорил, что уэв шалом, люби мир, родев шалом, гони за миром, уэв это бриот, люби бриот, создание, божье создание, значит, этот человек входил в этот разряд, божье создание, вэми карван ли Тора, и приближай их к Торе. Это было высказывание Елеля. Значит, так Елель ему сказал, он ему говорит, хорошо, я тебя научу сейчас всей Торе, пока ты стоишь на одной ноге. Значит, говорит, слушай, и он ему так сказал, что не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. То есть, не делай другому зла, так он ему объяснил в этом суд Торы. И, а все остальное, он говорит, это уже детали, это подробности, и говорит, если тебе дальше интересно, то иди учись, то есть, тут есть что изучать, есть у тебя время. И это так, он обдумал эту мысль, и я не знаю продолжение, стал он евреем, не стал он евреем, не важно. Важно, что у них были разные подходы. И вот здесь, поэтому и странно, что Шамай говорил, Шамай говорил, Ава Микаба Летколя Адам, принимай каждого человека, Бесевер Пани Мефот, с приятным выражением лица. Видно, он себе постоянно об этом напоминал, и улыбался, улыбался, поэтому давайте будем улыбаться, принимать каждого человека, с веселым выражением лица, и, значит, сделать Тору постоянным занятием, что мы стараемся делать, с 10 до 10.20 занимаемся. Но если вы дальше будете что-то еще, хотя бы минут 5, повторять, делать свои выводы, делиться своими выводами, свои выводы записывать, и так далее, то это будет настоящее изучение, для того, чтобы обучать. И тогда Бог даст вам возможность и учить, и обучать. А если вы решите что-то сделать потом, это моя самая любимая мишна в Перте, вот, что тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогают учить и обучать. Тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и делать. Поэтому, если вы сейчас сделаете три вывода, и с тем-то поделитесь, тогда вы выполните первую часть, что тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогают и учить, обучать если вы после того как вы сделаете свои три вывода зададите себе вопрос а что могу сделать по-другому тогда вы выполните и вторую часть этой мечты и вы и все запомните запомните то что вы изучали поэтому я постараюсь сегодня вот делать что буду делать буду улыбаться улыбаться говорить мало делать много и сделаю тору своим постоянным постоянной сделай тору постоянно но пока месте у меня вот этот вот наш урок и является моей постоянной торой и дай бог чтобы он расширялся развивался то есть я учу для того чтобы обучать и всегда учил общем стараемся идти по перте вот все с божьей помощью и бог нам даст благословение потому что тот кто старается выполнять то что бог сказал бог тогда выполняет то что человек попросил поэтому то что вы молитве просите у бога значит пускай бог вам даст для вашего добра все удачи успехов всем пока всем пока